Здравствуйте, я Настром 871. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование бесплатного антивирусного продукта Avira Free Antivirus версия 15.0.16.282 по состоянию на 17 марта 2016 года. Тестирование выполняется в операционной системе Windows 10 64 бита профессиональной. Аппаратная часть тестовой машины, процессор Intel Xeon X5472, 3000 Гц на ядро, 4 ядра, 16 ГБ оперативная память, 1 ТБ винчестер. При выполнении тестовых мероприятий какие-либо системы виртуализации, кроме аппаратной виртуализации процессора, не используется. На рабочем столе располагается директория для шифраторов. Внутри по категориям представлены объекты, наиболее часто подверженные шифрованию. Архивы, видео-объекты, документы всевозможных форматов, музыкальные объекты распространенных форматов, изображения самых распространенных форматов. Если в процессе запуска оставшихся нераспознанных объектов будут работать программы-шифраторы, мы сможем определить, какие объекты подвергались обработке. Для выполнения данного теста мной были подготовлены архивы. С первого по шестой содержат определенные отобранные объекты в разные периоды времени разных категорий. Архивы седьмой и восьмой дополнительные. Седьмой включает скрипты, восьмой объекты, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Что касается количества объектов в архивах. Первый архив, основной, содержит 800 элементов, которые были собраны в период времени с 15 по 30 марта 2016 года. Здесь объекты представлены в отобранном виде по нескольку представителей каждого вида. Второй архив включает 1798 объектов, которые не отбирались, представлены как есть, в период времени с 1 по 14 марта 2016 года. Третий архив включает 4233 объекта по нескольким категориям. Объекты представлены за февраль 2016 года и подвергались обработке. Данный архив отнимает наибольшее время при подготовке, так как изначальное количество объектов составляет свыше 100 тысяч. Четвертый архив содержит 2459 объектов, которые представлены без отбора за период февраля 2013 года. Пятый архив включает 254 объекта, собранных в марте 2016 года. Это дополнительный альтернативный архив. Шестой архив включает 1029 троянов-шифраторов. Здесь объекты собираются накопительно, удаляются только полные дубликаты. Седьмой архив включает 45 скриптов, представленных в нескольких категориях. Восьмой, последний архив содержит 52 объекта, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Для удобства, во время выполнения тестовых мероприятий, я запускаю и располагаю с правой стороны экрана диспетчер задач Microsoft, который в режиме реального времени отображает нагрузку на процессор, использование памяти, нагрузку на жесткие диски, сетевую нагрузку. Для определения нагрузки на основные компоненты антивирусного комплекса работает комода Kill Switch. Перед выполнением установки антивируса и непосредственно тестовых мероприятий, архивы с первого по шестой распаковываются на рабочий стол. Для того, чтобы быть перепроверенными Zimano Antimalva. Первый архив. Выполняется распаковка. Второй архив. Третий архив. Четвертый архив. Пятый архив. Последний, шестой архив, который содержит энкодеры. Перепроверяется сканером Zimano директория номер 1. Количество проверяемых объектов 800. Как опасные, были определены 795 объектов. Выполняется проверка директорий номер 2. Фактически проверяется 1798 элементов. Завершается сканирование зловредными. Программа считает 1793 элемента. Выполняется проверка директории номер 3, в которой находятся несколько категорий объектов. Фактически проверяется 4040. Зловредность подтверждается в 3474 объектах. Проверяется четвертая директория. Фактически сканируется 2459 объектов. Фактически опасными программа считает 2452 объекта. Проверяется пятая директория. На обработку поступает 254 элемента. Зловредными определены 227. Последняя директория, которая содержит энкодеры. Проверяется 1029 элементов. Опасными программа считает 1023. Удаляю распакованные директории. Очищаю корзину. Выполняю проверку операционной системы при помощи дополнительных сканеров на предмет наличия каких-либо остаточных зловредных элементов. Zimano Antimalwa. Глубокая проверка. Одновременно запускаю Hitman Pro. И Malvae Bytes Antimalwa. Версия корпоративная. Выполняется быстрое сканирование. Zimano Antimalwa на территории компьютера каких-либо опасных объектов не обнаружила. Hitman Pro опасных объектов не обнаруживает. Malvae Bytes Antimalwa каких-либо опасных элементов на территории компьютера не обнаруживает. В панели задач вы можете наблюдать присутствие значка продукта Dr.Web. Данный компонент был установлен без включения и установки резидентной защиты. Таким образом, продукт работает, обновляется, но выполняет какие-либо действия по обнаружению опасных объектов только по требованию пользователя, как любой сторонний сканер. Таким образом, повлиять на ход и результаты тестирования данный элемент не способен. Приступаем к установке антивирусного комплекса. Предлагается использовать Avira Protection Cloud. Принимаем условия. Выполняем быструю рекомендованную установку. Устанавливаем продукт в версии бесплатного антивируса. Предлагается зарегистрироваться. После ввода личных регистрационных данных начинается установка компонентов. Включаются в работу новые сервисы. Открывается сайт продукта. Сразу после установки выполняю обновление. Выполнено. Выполняется проверка запущенных процессов и основных элементов. Продукт работает в режиме по умолчанию. Информация о антивирусе. Версия 15.0.16.282. Выполняю еще одну проверку обновлений. Новых нет. Единственное изменение, которое я вношу в продукт, это отключаю акустический сигнал. Выполняю распаковку архива номер один. Ввожу пароль и запускаю таймер. Выполняется распаковка. Появляется предупреждение о обнаружении опасных объектов. Доступ запрещен. Предлагается выбрать, что делать дальше. 16 секунд архив распакован. Указываем на удаление. Проводится проверка системы. Свойства директории. Внутри 800 объектов. Приостанавливаю таймер. Нагрузка процессор 84. Avira Service Host 24. Вновь обнаружение опасных объектов. 435. Я продолжаю учет времени и даю команду на удаление. Вновь проводится проверка системы. Нагрузка процессор 87. Avira Service Host 24. В директории сейчас содержится 791 объект. Завершается дополнительная проверка системы. Нагрузка Avira Service Host EXO 21. Количество объектов в директории. 451 файл. Появляется уведомление о обнаружении опасных объектов. 758. Защита реального времени. Выполняю удаление. Вновь проводится дополнительная проверка. Повышается нагрузка. Процессор 66. Avira Service Host 24. Свойства директории. Внутри пока 451 файл. Подходит к концу процедура. Удаление обнаруженных объектов. Нагрузка постепенно на компоненты антивируса падает. Приостанавливаю таймер. Свойства директории. Внутри 151 объект и вновь обнаружение. Продолжаю учет времени и удаляю обнаруженные 28 элементов. Нагрузка процессор 72. Avira Service Host EXO 23. Сканирование выполнено. Приостанавливаю таймер. Свойства директории. 127 элементов и новое обнаружение. Три объекта. Продолжаю учет времени. Удаляю обнаруженные объекты. По завершении удаления новое обнаружение. Удаляю. Приостанавливаю таймер в директории 124 элемента. Сетевой обмен данными продолжается. Нагрузка на Avira Service Host EXO 26%. Проходит время, но новые угрозы не обнаруживаются. Открываю директорию. Пробую перемещаться внутри директории. 124 объекта. Предупреждений о обнаружении опасных элементов нет. Выполняю принудительное пользовательское сканирование и продолжаю учет времени. Начинается обнаружение опасных элементов. Действие к обнаруженным объектам предлагается поместить в карантин. Применяю действие и продолжаю учет времени. Нагрузка. Процессор 76. Avira Service Host EXO 26. Приостанавливаю таймер. Ликвидация объектов завершена. В директории 111 элементов. Выполняю еще одно сканирование. Выделяю объекты в самой директории и даю указание выполнить проверку. Вновь обнаружены угрозы. Предлагается переместить объекты в карантин. Что я и делаю. Приостанавливаю таймер. Обработка завершена. В директории 103 элемента. Контрольное сканирование теперь уже без учета времени. Новых обнаружений нет. В директории остается 103 элемента. Общее время всех сканирований составляет 32 минуты 12 секунд. Перепроверяю оставшиеся объекты при помощи дополнительных сканеров. Hitman Pro. Считает опасными два элемента. Троян, который не является вирусом WebTool.ba и вирус Win32 Nimno. Проверка сканером Zimano. Проверяется 100 элементов. Фактически опасными сканер определяет 17. Малва, трояны, потенциально нежелательные объекты, а два модификации. Переименовываю директорию по количеству оставшихся файлов. Выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Свойства архива внутри 103 элемента. Более угрозы не обнаруживались. Оставшиеся объекты перепроверяются при помощи специального программного обеспечения на вирус Total для подтверждения зловредности и выявления объектов, которые были вылечены от зловредного кода. Завершается выполнение проверки из представленных объектов, 42 в настоящее время являются вылеченными от зловредного кода. Оставшиеся 61 разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Из них более чем 10 двигателями зловредность подтверждается в 11 элементах. Таким образом, процент нераспознанных составляет. Если учитывать все объекты, это 7,62%. Если рассматривать только те объекты, чья зловредность подтверждается более чем 10 двигателями, то процент составляет 1,37% от общего количества. Что касается нагрузки на основные компоненты комплекса. Среди активных элементов я выделяю три, которые давали нагрузку в процессе выполнения сканирований и обнаружений угроз. AV-Guard, AV-Scan, Service Host. Максимальные нагрузки наблюдаются в процессе Service Host. Максимально на пике виртуальная память была задействована на 1,21 ГБ. Физическая память 572,89 МБ. Я удалил из директории объекты, которые в настоящее время по данным VirusTotal зловредными не являются. В директории остается 61 объект. Для того, чтобы ускорить процедуру обработки объектов и выполнение распаковки объемных архивов, я отключаю защиту в режиме реального времени. Это временная процедура. Теперь последующие архивы будут распакованы. После чего просканированы антивирусом и удалены объекты, которые зловредность свою подтверждают. Далее защита в реальном времени будет включена и папки перепроверены с ее участием. Выполняю распаковку архива номер 2. Ввожу пароль. Выполняю распаковку архива номер 3. Ввожу пароль. Выполняю распаковку архива номер 4. Ввожу пароль. Выполняется распаковка пятого архива. Выполняется распаковка архива, который содержит энкодеры. Запускаю сканирование директории номер 2. Начинается обнаружение опасных элементов. Ожидаем окончания процесса. Зафиксированы обнаружения. В количестве 1810. 21 предупреждение, 4 подозрительных. Программа ничего не предлагает сделать с объектами, по крайней мере здесь они не перечисляются. Применяю рекомендованные действия. Начинается обработка объектов. Обработка завершена. Смотрим свойства директории. Внутри 5 объектов. Открываю директорию и пробую выполнить дополнительное сканирование. Боли угрозы не обнаружены. Выполняется сканирование директории номер 3. Проверка завершена. Информация отсутствует по каждому отдельному элементу. Применяю действия. Общее количество обнаруженных элементов 3470. 7 подозрительных и 210 предупреждений. Завершается обработка. Открываю директорию. Из 7 представленных каталогов. Командные объекты в директории 11 элементов. Перепроверяю. Угрозы не обнаружены. Дос объекты 99. Перепроверяю. Угрозы не обнаружены. Исполняемые 32-битные 667. Перепроверяю. Опасные не выявлены. Файлы документов 8. Перепроверяю. Опасные не обнаружены. PDF документы 20. Перепроверяю. Опасные не выявлены. И последняя директория. 126 элементов. Перепроверяю. Дополнительно были обнаружены опасные элементы, которые предлагается поместить в карантин, что я и делаю. Обработано. 120 элементов в объекте. Перепроверяю. Более опасные не обнаружены. Общее количество объектов во всех директориях составляет 957. Следующая директория на проверку номер 4. Здесь представлены объекты февраля 2013 года. Сканирование завершено. Информация отсутствует. Применяю выбранное необходимое действие. Выполняется обработка. Было обнаружено 2552 объекта. Один подозрительный. 105 предупреждений. Завершается обработка. Открываю директорию. Внутри 7 элементов. Дополнительно пересканирую. Опасных объектов среди оставшихся программа не обнаруживает. Выполняю проверку пятой директории. Обнаруженные опасные элементы предлагается поместить в карантин, что я и делаю. Всего обнаружено 253 опасных. 17 предупреждений. Обработка завершена. Открываю директорию. Внутри 17 элементов. Перепроверяю. Опасных среди оставшихся объектов более не обнаружено. Последняя директория на проверку содержит энкодеры. Сканируем. Обнаружены угрозы. Применяю действие. Начинается обработка. Всего было обнаружено 1024 элемента. 40 предупреждений. Завершена обработка. Открываю директорию. Внутри 26 элементов. Сканирую. Угрозы среди оставшихся объектов не обнаружены. Включаю защиту режима реального времени. Проверяю наличие обновлений. По очереди открываю директорию. Номер 2. Сканирую. Угрозы не обнаружены. Третья директория. Открываю по очереди. Под директорией. Реакции со стороны антивируса не наблюдаю. Пересканирую. Дополнительно были обнаружены угрозы. Перемещаю в карантин. 47 элементов. Завершается обработка. Общее количество объектов в директории составляет 910. Еще одна проверка. Более угрозы не обнаружены. Четвертая директория. Открываю и сканирую оставшиеся элементы. Угрозы не обнаружены. Пятая директория. Пересканирую. Новых обнаружений нет. Энкодеры. 26 объектов. Перепроверяю. Новых обнаружений нет. С включенным режимом защиты реального времени выполняю распаковку 7 и 8 архива. Скрипты. Извлекаю. Начинается обнаружение опасных элементов. Удаляю. Новые обнаружения. Обрабатываю. Открываю директорию. Батскрипты. 26 элементов. Перепроверяю. Угрозы не обнаружены. Среди оставшихся объектов имеется два целенаправленно написанных вируса. Скрипты. Два элемента. Перепроверяю. Более угрозы не обнаружены. Общее количество элементов в директории 28. Выполняется распаковка последнего архива, который содержит объекты, которые фактически зловредными не являются. Ввожу пароль. Распаковка выполнена. Уведомлений о обнаружении опасных элементов нет. Открываю директорию. Внутри 52 элемента. Перепроверяю. В ходе сканирования два объекта считаются опасными. Перемещаю в карантин. Еще раз перепроверяю элементы. Более угрозы не обнаружены. На остатке 50 объектов. Два объекта, которые фактически зловредными не являются, антивирус отнес категории таковых. Переименовываю вторую директорию по количеству оставшихся объектов и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Свойства архива. Внутри 5 объектов. Более угрозы не удалялись. Переименовываю директорию номер 3 по количеству оставшихся элементов и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Свойства архива. Внутри 910 элементов. Более объекты не удалялись. Переименовываю директорию номер 4 по количеству оставшихся объектов и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Свойства архива. Внутри 7 объектов. Более угрозы не удалялись. Переименовываю директорию номер 5 по количеству оставшихся элементов и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Свойства архива внутри 17 элементов. Более объекты не удалялись. Переименовываю директорию, которая содержит энкодеры по количеству остатка 26 объектов. Архивирую. Устанавливаю пароль. Свойства архива внутри 26 элементов. Более угрозы не обнаруживались. Переименовываю директорию со скриптами по количеству оставшихся объектов. Архивирую. Устанавливаю пароль. Свойства архива. Внутри 28 элементов. Боли угрозы не удалялись. Переименовываю директорию, в которой содержатся незараженные объекты, по количеству остатка. Архивирую. Устанавливаю пароль. Свойства директории. Внутри 50 объектов. Боли угрозы не обнаруживались. Перепроверка директорий номер 2 с оставшимися объектами на VirusTotal показала, что все файлы в той или иной степени являются зловредными. Директорий номер 3 перепроверяется при помощи сканера Zimano, так как количество файлов, которые здесь остается, достаточно велико для того, чтобы ожидать ответ с VirusTotal. Фактически зловредными сканер считает 380 элементов. Перепроверка 7 оставшихся объектов из директорий номер 4 показала, что все они разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Перепроверка 5 директории показала, что один элемент из 17 в настоящее время зловредным не является. Остальные разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Перепроверка объектов категории энкодеры показала, что все 26 элементов разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Выполняю настройку антивирусного продукта на максимально возможный детект. Продукт работает на максимальном уровне защиты. Конфигурация защищена паролем, а также видоизменения, отключения и удаления продукта. Сканирование. Сканируются все элементы, приоритет высокий. Решение интерактивное. Проверяются все архивы. Исключений нет, эвристика максимальная. Защита режима реального времени. Архивы, глубина, все объекты. При обнаружении здесь отсутствуют какие-либо варианты. Исключения отсутствуют, эвристика максимальная. Брандмауэр. Включается блокировка входящих подключений. Категории угроз. Включаются дополнительные элементы за исключением приложений и игр. Остальные элементы работают по умолчанию. Открываю первую директорию. 61 элемент. Пробую перемещаться внутри. Реакция со стороны антивируса отсутствует. Выполняю перепроверку. Дополнительно угрозы обнаружены не были. Результат прежний. Вторая директория. Открываю. Реакция со стороны антивируса отсутствует. Пересканирую элементы. Дополнительно была обнаружена угроза. Перемещаю в карантин. Еще одна проверка. Более угрозы не обнаружены. На остатке 4 объекта. Открываю поддиректории третьей директории. Командные объекты. Реакции нет. Дос элементы. Реакции нет. Исполняемые 32-битные объекты. Видимой реакции со стороны антивируса нет. Объекты для 64-битных систем. Реакции нет. Документы. Реакции нет. PDF. Реакции нет. И последняя категория. Реакция со стороны антивируса отсутствует. Выполняю перепроверку данных объектов. Во время сканирования начинается обнаружение опасных элементов. Перемещаю обнаруженное в карантин. Еще раз перепроверяю объекты. Дополнительно были обнаружены зловредные элементы. Обрабатываю. Обработка выполнена. Еще одна проверка. Более каких-либо обнаружений нет. Общее количество объектов в директориях 809. Четвертая директория. 7 объектов. Перепроверяю. Обнаружено дополнительно опасное программное обеспечение. Удаляю. В директории остается 3 элемента. Еще одна проверка. Более угрозы не обнаружены. Пятая директория. Выполняю сканирование. Дополнительно были обнаружены опасные объекты. Удаляю. В директории остается 15 элементов. Повторная проверка. Более угрозы не обнаруживались. Директория, в которой остаются энкодеры. 26 элементов. Перепроверяю. Угрозы среди представленных элементов более выявлены не были. Скрипты. Перепроверяю. Батскрипты. Угрозы не обнаружены. Вторая директория. Перепроверяю. Угрозы не выявлены. Таким образом, дополнительных обнаружений после усиления защиты в директории, которая содержит скрипты, нет. Объекты, которые зловредными не являются. Перепроверяю элементы. С учетом повышения уровня эвристики. Был дополнительно обнаружен один элемент. 14. Еще одна проверка. Более обнаружений нет. При усилении эвристики фактически опасными программа считает три элемента, которые не относятся к данной категории. Так как в дальнейшем директория, которая содержит объекты не зловредные, использоваться не будет, я ее удаляю. Корзину очищаю. Приступаю ко второй части тестирования. Это запуск оставшихся объектов, которые не были распознаны как зловредные. Открываю комоду Kill Switch таким образом, чтобы можно было наблюдать неизвестные, проверяемые и опасные объекты, по мнению данного продукта, в памяти. Директория номер один. Объект 43. От имени администратора. Появляется в памяти, выгружается, еще раз открывается директория запуска. Объект 49. Действия не наблюдается. 69 объект. Появляется в памяти, выгружается. Объект 72. Попытка старта, выгрузка. 91 объект. Выгрузка. 118. Выгрузка. 139. 153 объект. Появляется в памяти, анализируется и выгружается. 158. Выгрузка. 161 объект. Появляется в памяти, присутствует, анализируется. 170 элемент. Появляется в памяти, анализируется. Появляется в панели задач утилита отключения. Закрываю и объект из памяти выгружается. 215 элемент. Появляется в памяти, анализируется и закрывается. 221. Появляется в памяти, выгружается, еще раз открывает директорию запуска. 232 объект. Выгрузка. 257. Adobe Help. Закрываю. 290 объект. Аналогичен. Появляется окно рекламного характера в правом нижнем углу экрана. Закрываю. 302 объект. Выгружается. 312. Появляется в памяти, анализируется. И через некоторое время выгружается. 343 объект. Adobe Help. 390. Аналогично. 396. Аналог. И 399 объект. После закрытия данные объекты из памяти выгружаются. 408 объект. Присутствует в памяти, анализируется. Через некоторое время выгружается. 409 объект. Присутствует, анализируется. определяется как червь. Win32 dropper. Предупреждение. И объект выгружается. 414 элемент. Появляется в памяти. Аналогично. Win32 dropper. Предупреждение. И объект из памяти выгружается. 444. Запускается утилита. Определена как червь. Win32 dropper. Что данная утилита представляет собой непонятно. Раскладка не соответствует. Закрываю. И объект из памяти выгружается. 445 объект. По всей видимости, ассистент удаления рекламных баннеров. Возникает ошибка в процессе установки. 452 объект. Выгружается. 457. Выгрузка. 458. Появляется в памяти. Аналогичен червь. n32 dropper. Закрываю сообщение. И объект выгружается. 459 объект. Анализируется и выгружается. 463. Присутствует в памяти. Выгружается. 465. Выгрузка. 478. Выгружается. 481 объект. Выгрузка. 482. Предупреждение. Программа доинсталляции. Отсутствует элемент. И объект выгружается. 510 объект. Блокнот на китайском языке. 512. Аналогично. 525 объект. Попытка старта выгрузка. 530. Выгрузка. 535 объект. Не удается найти элемент. В связи с этим файл не загружается. 536 объект. Выгрузка. 551. Анализируется и выгружается. 573. Запускается ультра-ИСА. Раскладка языковая не соответствует. 581. Попытка старта выгрузка. 586. Выгружается. 598. Выгружается. 560 объект. Стартует инсталлятор. Обнаружена угроза антивирусом. Защита в режиме реального времени. Удаляем. Выполняется процедура проверки. Все необходимые действия выполнены. Новое предупреждение. Подозрительные шаблоны. Удаляем. Стартует новая процедура проверки. Все необходимые действия выполнены. Пробую продолжить работу загруженного инсталлятора. Программа пытается выполнить распаковку. Возникают проблемы. Зависает. И здесь без всяких объяснений окно закрывается. 686 объект. Блокнот. Закрываю и из памяти выгружается. 687. Появляется в памяти. Анализируется. Присутствует. 689 объект. Аналогично. Присутствует и через некоторое время оба элемента выгружаются. 690 объект. Выгрузка. 701. Действия не наблюдается. 705 объект. Adobe Help. Закрываю и из памяти выгружается. 708 элемент. Выгрузка. 732 объект. Adobe Help. Закрываю. Выгружается. 747 объект. Появляется в памяти. Анализируется и выгружается. 756. Предупреждение. Отсутствует соответствующая библиотека для запуска. И объект из памяти выгружается. 761. Выгружается. 774. Выгрузка. 796. Открывается панель управления экранами. Присутствует в памяти. Анализируется. И появляется в панели задач. Выгружаю. И из памяти объект удаляется. Пробую выделить и удалить все элементы из данной директории. Они удаляются не все. Пропускаю те объекты, которые удалить невозможно. Таковых два объекта. 170 и 551. Перехожу к следующей директории. Номер 5. 15 элементов. При открытии директории срабатывает антивирус. Обнаружены угрозы. Удаляем. Проводится очистка системы. После обработки в директории остается 14 объектов. Запускаю объект номер 4. Отсутствует библиотека. Запустить невозможно. Девятый элемент. Невозможно запустить в данной операционной системе. Объект номер 40. Загружается инсталлятор. Выполняется загрузка и установка приложения. На китайском языке. Kill Switch определяет данный элемент как неизвестный малова. Предупреждение. Avira обнаружила опасный объект. Доступ к файлу заблокирован. Удаляю. И начинаются действия, связанные с выполнением проверки и удаления опасных элементов. Закрываю окно инсталлятора. Загружается еще один элемент. И тоже предлагает установку. На китайском языке. Обнаружена угроза. Заблокирован доступ к объекту. Удаляем данный элемент. Закрываю открывшийся браузер HAU123. Пробую инсталлировать рекомендуемый объект. Элемент устанавливается. Присутствует в памяти. Загружает дополнительные элементы. И предлагает прослушивать, просматривать материалы. Закрываю. Возникает ошибка. Недостаточно системных ресурсов для завершения операции. HAU EXE. В панели задач появляются дополнительные объекты. Пробую их закрыть. Элементы закрываются. Но процессы инсталляции продолжаются в системе. Это видно по процессам, которые появляются, выгружаются. Коммода предупреждает о появлении новых сервисов в системе. Появляется новый элемент. В панели задач. Tencent. Открывается окно данного продукта. Закрываю. Значок из памяти выгружается. Пока выполняется процедура удаления. Она достаточно длительная. Продолжаю запускать прочие элементы. Объект 45. Появляется в памяти. Анализируется. И через некоторое время выгружается. Надо указать новую локацию. Объект 47. Невозможно запустить в данной операционной системе. 82 элемент. Появляется в памяти. Анализируется. Предупреждение. Активатор. Объект определен как неизвестный. Открывается веб-ресурс. Предлагается загрузить элемент. Предлагает активировать операционную систему. Закрываю. И из памяти выгружается. 86 объект. Появляется в памяти. Определен как неизвестный элемент. Присутствует. 118 объект. Попытка запуска. Появляется в памяти. Анализируется. Проверяется интернет-соединение. Инсталлятор. Отключение контроля учетных записей было выполнено. Соглашаемся и устанавливаем программное обеспечение. Выполняется загрузка элементов. Загружается рекламный блок QQ. Завершается процедура загрузки компонентов инсталлятора. И процедура инсталляции инициирована. Устанавливаются драйвера. Нас приветствует Smart Class. Инсталляция завершается. Следующий элемент на старт. 127. От имени администратора. Необходимо ввести пароль для зашифрованного объекта. Ошибка повреждения пароль неверный. Закрываю элемент. Из памяти выгружается. 128 объект. Появляется в памяти. Запускается дополнительный компонент. Программа не зарегистрирована. Закрываю и из памяти выгружается. Определялся как молва. 145 объект. Появляется в памяти. Выполняются некие действия и объект выгружается. 152. Процедура активации. 233 объект. Появляется в памяти. Возникает ошибка во время работы и объект выгружается. 241 элемент. Предупреждение. Не удалось запустить приложение. Пробую удалить объекты, которые мы запускали из данной директории. Некоторые из них удалить нельзя. 86 присутствует в памяти. Появляются значки дополнительного программного обеспечения на рабочем столе, а также пояснение к некоторым программам. Следующий элемент. Это директория, которая содержит трояны шифратора. При открытии появляется предупреждение о обнаружении опасных объектов. Выполняю удаление. Объект 1029 был обнаружен и блокирован. Пока выполняется его обработка и проверка системных объектов, запускаю имеющиеся элементы. 243 объект от имени администратора. Невозможно запустить в данной операционной системе. 409 аналогично. 410 аналогично. 432 появляется в памяти. Присутствует, анализируется. Стартует дополнительные элементы и выгружаются. Через некоторое время закрывается объект. И удаляется из директории. 549 объект. Невозможно запустить в данной операционной системе. 579 появляется в памяти, анализируется. Стартуют дополнительные элементы. Следующий объект. 597 появляется в памяти, анализируется. Определен как молва и через некоторое время закрывается. 617 объект. Невозможно запустить в данной операционной системе. 624 аналогично. 632 то же самое. 718 появляется в памяти, анализируется определенный элемент. Определен как троянвен32рансом файл кода. Присутствует. Следующий элемент 727. От имени администратора. Запускается, присутствует в памяти. Определен как аналогичный троянвен32рансом файл кода. 738 объект. Невозможно запустить в данной операционной системе. 795 объект. Аналогично. 798. То же самое. 832. Появляется в памяти, анализируется, стартует калькулятор, выгружается. Определен как неклассифицируемый молва. Дополнительные процессы запускаются, выгружаются. 834 объект. Невозможно запустить в данной операционной системе. 841 объект. Аналогично. 864. Из папки старта объект удаляется. 901. Невозможно запустить. 904. Выгружается. 913. Невозможно запустить в данной операционной системе. 944. Появляется в памяти, множит себя как процесс, анализируется. 951 элемент. Невозможно запустить в данной операционной системе. 985. Предупреждение о том, что имеются файлы, которые ожидают записи на диск. 985 действия не наблюдается. 1004 объект. Невозможно. Нет прав для доступа к данному элементу. Появляется текстовый документ в директории запуска. Открываю. Предупреждение. Для того, чтобы файлы были распакованы, необходимо получить инструкцию по соответствующему адресу. Пробуем перейти на указанную страницу. Открываю веб-браузер. Домашняя страница изменена. Открывается howqq.com. Переходим по указанному адресу. Открыть страницу не представляется возможным. Видимо, она уже как таковая отсутствует. Пробую выделить и удалить объекты, которые мы запускали. Некоторые из них удалить невозможно. 579, 718, 727 и 944 объекты. Процедура проверки системы замедляется, но выполняется. На рабочем столе архивные объекты, которые присутствовали до проведения тестовых мероприятий, в настоящее время имеют пометку «Блок». И появляется текстовое сообщение на русском языке. Ваши файлы зашифрованы. Обязательно отправьте на e-mail. Яга бабушка – один из файлов для получения инструкций. Через 7 дней ключ расшифровки будет уничтожен, и расшифровка станет невозможна. Попытки самостоятельно расшифровать файлы приведут к их безвозвратной порче. Обязательно укажите ваш id номер. Таким образом можно сделать вывод, что в настоящий момент объекты были зашифрованы. Открываю папку для шифраторов. Здесь тоже появилось аналогичное сообщение от бабушки Яги. Архивы мы видим с пометкой «Блок» – это RAR. Экзо – упаковки целые. ZIP – повреждены. ARC – не тронут. Видеообъекты. Каких-либо видимых повреждений не имеют, но сообщение здесь тем не менее появляется. Возможно, позднее какие-то объекты будут недоступны. Файлы документов блокированы «DocDocs», «PDF», блокированы документы, таблицы и сообщения о шифровании. Рабочий стол, картинка превращается в темный фон, видимо, также подвергалась обработке. Сообщений на экране пока никаких мы не наблюдаем. Музыкальные объекты тоже предупреждения. Объекты MP3 пока видимых повреждений не видно. Пробую открыть. Воспроизведение выполняется. Объекты не зашифрованы. Фотографии. БМП – все зашифрованные объекты. Посмотреть невозможно. ГИФ – предупреждение есть, но объекты просматриваются. Страницы доступны. Пробую открыть через интернет-эксплорер. Объекты шифрованию не подвергались. GPG – объекты зашифрованы. ПНГ – доступны, но не все. Возможно, процедура пока еще не завершена. ТИФ – зашифрованы. Появляется предупреждение о зафиксированных угрозах. Применяю выбранное действие. Директория номер 2. Пять объектов на остатке. Здесь тоже предупреждение о том, что файлы зашифрованы. Пробую запустить какой-либо один элемент. Например, 883. Объект появляется в памяти, анализируется, присутствует. И через некоторое время выгружается. Третья директория. 32-битные элементы. Например, объект 612. Появляется в памяти, анализируется, загружается, окно форма 1. Определен как малова. 662-й объект. Попытка старта, проблема, и объект выгружается. Закрываю загруженный 612-й, и он выгружается из памяти. 23-94. Сервер-имитатор. Закрываю, и из памяти выгружается. 30-10. Невозможно запустить. Ошибка. Объекты для 64-битных систем. 45-й элемент. Появляется в памяти, анализируется, и выгружается. 50-й объект. Открывается интернет-эксплорер. Веб-сайт. Бэйджу. Закрываю. Наконец-то Avira рапортует о том, что были удалены обнаруженные опасные элементы. Для завершения процедуры необходимо выполнить перезагрузку машины. Предлагается даже запустить Avira Rescue. Делаю отмену данной операции, потому как в настоящий момент не все процедуры, которые я планировал выполнить, выполнены. Количество подозрительных шаблонов обнаружено защитой реального времени. Удаляю. Вновь выполняется проверка. Процессы, которые присутствовали в памяти, в настоящее время сократились, и фактически шифраторы, насколько я понимаю, уже в системе не работают. Четвертая директория. Выбираю один из элементов. 108-й. Попытка установить Gold VIP казино. Отказываюсь. Далее также следуют инсталляторы. Устанавливать их я не буду. Директория, которая содержит скрипты. Бат-скрипты. Пробую запустить объект, который убивает процесс Explorer. Не буду экспериментировать с целенаправленно написанными вирусами. Тело этих объектов я неоднократно показывал в видеозаписях. Данные файлы меняют раскладку клавиатуры, манипуляторы мыши, блокируют запуск определенных системных элементов, а также вызывают массовый запуск некоторых дополнительных приложений, что приводит к перегрузке системы и к вынужденному рестарту. Программы прописывают себя в дальнейшем на автозапуск и при повторном старте загружаются вместе с операционной системой, что приводит к аналогичному результату. Пробуем выполнить запуск данного безобидного приложения. И все элементы закрываются. Таким образом, бат-скрипты, которые неизвестны антивирусному комплексу, будут выполняться и действия, которые в них заложены, будут осуществляться. Восстанавливаю рабочий стол. По данным комода Kill Switch, в настоящее время в системе отсутствуют какие-либо опасные объекты, кроме 170, который является неизвестным элементом. Регулярно появляется сообщение о том, что у нас имеется проблема в виде присутствующих файлов для записи на диск. Проверка завершается. Необходимые действия выполнены. Опять предупреждение о том, что необходимо выполнить перезагрузку. Тем не менее, я отказываюсь от данного действия, потому что сначала необходимо выполнить сканирование. Полное сканирование. Запускаю процедуру. Инициализация. Выполняется поиск скрытых объектов. Выполняется проверка реестра. И начинается обработка файловой директории. Ожидаем окончания полного сканирования. Было обнаружено три опасных объекта. Обновление в папке roaming. Крупт. Икспак. Ген. Облако. Эксплорер. Экзо. Также в роуминге. Крупт. Икспак. Ген. 4. Клоуд. И еще один объект в роуминге. Той же конфигурации. Помещаю в карантин. Перемещен один. Ресурс не обнаружен. Требуется выполнить перезагрузку, что я и делаю. Выполнен рестарт, в ходе которого загружаются текстовые документы, гласящие о том, что у нас выполнено шифрование. Предупреждение инкрупта раз сообщает о том, что необходимо перейти на соответствующий веб ресурс. По всей видимости, второй текстовый документ был перешифрован другим шифратором, потому что ранее здесь текст был читабелен. Теперь ничего разобрать невозможно. Вновь предупреждение от раз. Еще одно сообщение. И на этом все. Каких-либо дополнительных программ более не загружается. Антивирус стартует и работает. В директории для шифраторов все по-прежнему. Архивы частично зашифрованы. Видеообъекты все доступны, за исключением одного файла mp4, который ничем не отличается от других, но они не подвергались шифрованию. А этот объект запустить становится невозможным. Не удается воспроизвести. Документы частично зашифрованы. Текстовые открываются, читабельны. Музыкальные объекты шифрованию не подвергались. Фотографии. Здесь все по-прежнему. Объекты зашифрованы за исключением gif, web-страниц и частично png. Пробую удалить директории, где оставались объекты после выполнения запуска. Директория номер один удаляется. Вторая директория удаляется. Третья директория. Объекты удаляются. Четвертая директория удаляется. Пятая удаляется. Шестая удаляется. И последняя со скриптами удаляется. Таким образом, объекты, которые ранее стартовали из директории запуска, после рестарта системы повторно не загружаются. Очищаю корзину и выполняю проверку дополнительными сканерами. Сканер Zimano. Выполняется глубокая проверка. Начинается обнаружение. Подозрительная настройка браузера выявлена. Одновременно запускаю сканер Hitman Pro. Malvai Bytes Antimalva. Версия корпоративная. Выполняется полная проверка. Диск C. В качестве дополнительного сканера для проверки системы запускаю сканер Dr.Web. Объект постоянно находится в актуальном состоянии, так как базы автоматически обновляются. Будет выполнена быстрая проверка и все те области, которые входят в данную категорию. Выполняется сканирование. Завершается сканирование Hitman Pro. Был обнаружен один опасный объект и следы, которые требуется ликвидировать в реестре от продуктов Beiju. Malvai. Определяется двигателем Hitman. Располагается объект в директории Tencent. Перепроверяю через VirusTotal. Открывается дополнительно установленный браузер. Только двигатель Sohoes определяет его как Malva. Все остальные зловредность в данном объекте не находят. Таким образом, данный объект сомнительно считать опасным. Фактически Hitman Pro каких-либо зловредных элементов в системе не находит. Сканер Zimano нашел 371 опасное видоизменение в системе. Подозрительная настройка браузера. Стартовая страница изменяется. Далее. Браузер Hijack. Потенциально нежелательный объект. В директории Tencent. How123. Потенциально нежелательный браузер Hijack. Tencent. Tencent. И далее продолжаются объекты китайского происхождения. QQ. И один и тот же элемент. Браузер Hijack. Tencent. QQ. Элементы Tencent. How123. Системный объект с услов 64 в драйверах располагается. Потенциально нежелательный браузер Hijack. Еще один объект с услов 64. Но это по всей видимости объекты необходимые для работы продуктов Tencent. Так же как и System32. Объект системный. QQ Music в директории Tencent. Тоже компонент общей платформы. QQ Live. И на этом все. То есть один и тот же объект. Zimano Antimalava. Относит к категории опасных. Потенциально нежелательных. Хотя, насколько нам известно. Данные продукты являются официальными продуктами компании Tencent. Распространяются в Китае в основном. Соответственно и язык здесь у нас китайский присутствует. Антивирусный комплекс имеется на английском языке. Но Zimano и эту версию также определяет как потенциально нежелательное приложение. Поэтому такое количество объектов опасных, которые были выявлены, на самом деле таковыми не являются. Фактически программа находит только изменения в стартовой странице браузера. Что касается комоду Kill Switch, то в настоящий момент каких-либо проверяемых, неизвестных, опасных объектов в памяти не обнаружено. Завершается сканирование Malva и Bytes Antimalava. Вредоносные программы на территории компьютера обнаружены не были. Проверка сканером Dr.Web обнаружила два объекта, которые возможно инфицированы Троян Даунлада. Оба объекта располагаются в директории SUSVOV64 Macromedia. Таким образом, фактически, проведенная процедура запуска оставшихся объектов, которые программа не распознала как опасные, заразить систему не смогла. Запускались не все элементы. В директории третья и четвертая запускались по нескольку представителей, хотя там количество было достаточным для того, чтобы данное исследование сделать более глубоким. Тем не менее, в процессе запуска уже работало несколько программ категории шифраторов, которые давали соответственно повышенную нагрузку на систему, процессы притормаживали, и фактической целесообразности запускать обширно прочие объекты не было. Причина, по которой шифраторы смогли выполнить зловредные функции, возможно, заключается в том, что облачная проверка свои фактические результаты предоставила несколько позднее. Во время сканирования три объекта, расположенные на территории компьютера, были определены облаком как опасные и в процессе перезагрузки ликвидированы. На момент запуска какой-либо зловредности определено не было. Объекты не блокировались на данном этапе, а соответственно выполняли заложенные в них функции. Каких-либо прочих дополнительных проблемных вопросов в процессе работы с данным антивирусным комплексом выявлено не было. Дополнительный элемент SpeedUp, который работает в демонстрационном режиме, позволяет выполнять сохранение данных на отдельных носителях, позволяет делать копии реестра, восстанавливать копии системной директории диска. Естественно, применяя данные функции, можно восстановить некоторые моменты, которые зловредные программы могли создать в системе. Тем не менее, данный инструмент через некоторое время функционировать не сможет, его необходимо приобретать, поэтому делать связку между данным бесплатным антивирусным комплексом и программой SpeedUp я в данном случае не буду. На этом тестовые мероприятия завершены. С вами был Настромо771. Спасибо за внимание. До свидания.